Крупная авария произошла сегодня на Минском шоссе в Подмосковье. Столкнулись около 30 автомобилей. Всё из-за плохой погоды. Сегодня идёт сильный снег, на дорогах очень скользко. Так что, как сообщили в автоинспекции, серьёзные ДТП произошли и на основных магистралях на юге и юго-западе Подмосковья. Те подробности мы узнаем у нашего корреспондента Георгия Подгорного. Он сейчас вновь выходит с нами на прямую связь. Гоша ещё раз приветствует. Итак, какова сейчас ситуация на Минском шоссе? Мария, здравствуйте. Ну сейчас мы можем видеть по интенсивности транспортного потока то, что пробка, которая создала авария, в которой участвовали примерно 30 машин, практически сошла на нет. Мы это видим по интенсивности движения, которое идёт. До этого сотрудники ГИБДД регулировали транспортные потоки, перенаправляя потоки машин для того, чтобы минимизировать затор. Что мы видим с другой стороны? Практически все машины уже погрузили на эвакуаторы. Мы видим, как одну из них увозят. И, в принципе, здесь уже на месте практически ничего не осталось. Если мы повернёмся снова в обратную сторону, мы видим сотрудники ДПС, которые расчищают дорожно-транспортное происшествие. И уже к подходу готовится снегоуборочная машина, которая должна убрать весь мусор. В самом начале всего действия мы пообщались с возможным виновником этой аварии. Ну а его вину докажет ДПС. И вот как человек, с которого всё началось, вот эта утренняя эпопея 23 февраля, рассказывает, что происходило на Минском шоссе. Обогнал машину, хотел вернуться в свой ряд. Меня начало везти, здорово сходками, меня начало везти. Повесовываю в правую сторону. По пути, иногда еще ударил команд, меня отбросило. Отбойник, и всё. А когда вышел с машины, та сторона уже началась сомневаться. Итак, на самом деле, другие участники дорожно-транспортного происшествия рассказали нам о том, как происходило. Сама авария произошла примерно в 8 часов утра. Средством массовой информации узнали об этом на час позже. И вот как действовали всевозможные органы, которые участвовали в расчищении этих завалов, и в том, чтобы помочь потерпевшим. Давайте послушаем комментарий одного из участников ДТП. Смотрю, спереди машина начинает крутить. Я в аварийке, в правый ряд, и смотрю уже, вот, там машина чёрная, её боком разворачивает, её сзади догоняет другая, бьёт её в бочину, понимаешь, что надо уходить направо, либо я вместе со всеми сейчас здесь окажусь. Скорой нам часа не было. Если он мужчина сидел у какой-то машины, скорой не было часа точно. Итак, ещё одна важная деталь. Какие действия предпринимали сотрудники ДПС? Сейчас мы видим то, что они до сих пор ведут свою активную деятельность. И они первыми прибыли на место происшествия, по словам очевидцев и участников этой массовой аварии. Что они сделали? Они организовали штаб, пригнали автобус, где любой участник этого дорожного транспортного происшествия мог погреться и просто заполнить какие-либо бумаги. Давайте послушаем комментарий одного из них. На месте находится представитель дорожной службы. На месте находится эвакуатор. Сейчас, как оформление закончено, значит, при приступе к дорожной обработке проезжей части, людям будет оказана помощь, естественно. Те машины, которые не могут идти, будут транспортированы на безопасное место. И с ними будут дальше заниматься движение, естественно, будет пущено, после того, как проезжая часть будет переведена в порядок. Итак, что же могло привести к такой массовой аварии, когда просто все машины разбиты, но практически в щепки. Мы видим разбитые бамперы, искореженные фары. Машина, которая, по сути, чтобы ее восстановить, нужно будет в сложные ремонтные мастерские работы. Возможно, даже стапель, возможно, она даже никогда больше не поедет. Возможно, к этому привела гололедец. И для того, чтобы не быть голословным, мы пообщались с ветеорологом, который рассказал нам о том, что сейчас происходит в московском регионе в связи с этими перепадами температуры из плюса в минус. После недавней оттепели в центральный регион Европейской России попал в более холодную область в акватории Баринского моря. В результате подтаявший снег вновь стал замерзать. И на дорогах региона образовалась такая наледь в метеорологии, и в простонародье, и виновной голове в совершении вероятности травматизма и увеличения риска дорожных транспортных происшествий. Еще одна важная деталь. Кто понесет ответственность в этом транспортном происшествии, в котором участвовало три десятка машин. Это, на самом деле, достаточно большая загадка для страховых компаний. Ведь в этом участвовали разные участники, в которых КАСКО, либо ОСАГО, и все они в разных страховых компаниях. Мы пообщались с одним из представителей страховщиков, и вот что он нам рассказал. Если в дорожном транспортном происшествии участвовало более двух автомобилей, то в этом случае необходимо будет обращаться со выплатой по ОСАГО в компанию виновника. Поэтому при оформлении документов, которые будут сейчас оформлены сотрудниками ГИБДД, нужно будет определить, кто является виновником данного дорожного транспортного происшествия, есть ли у него полис, ли он застрахован по ОСАГО, и в эту компанию необходимо будет обратиться с своим заявлением. Обязательно предоставить автомобиль на осмотр. По условиям ОСАГО выплату должно будет производить в течение 20 дней после предоставления полного комплекта документов. В принципе, на сегодняшний момент эта технология отлажена и действует достаточно быстро. Затянуться данная разборка может только, если в результате пострадала жизнь или здоровье каких-то водителей. Мне остается добавить то, что в эти непростые погодные условия водителям остается лишь соблюдать транспортный режим, и уважать других участников движения. Мария, к этой минуте у меня все, я передаю вам слово. Да, спасибо, Георгий. Георгий Подгорный об аварии на Минском шоссе в Подмосковье.